Только в этот объект нет слой. Землю не гребите, ребята. Они с легкостью готовы проявить молодецкую удаль. Было бы чуткое руководство. Я деревья в первый раз беру, но я у бабушки ремонт делала. Только стены береги. Территорию Абаканского пансионата ветеранов убирают обычные школьники. В основном старшие классы. Почти 100 человек. О ней словно мусороуборочный вихрь. Газоны вмиг обретают образцово-показательный вид. Стоит отметить, территория пансионата в целом довольно чистая. Силы школьного десанта брошены к спортивной площадке и к местной церкви. Разумеется, мусор могли бы убрать и местные работники, но кто откажется от такой помощи? В общем, проводить время здесь постояльцам пансионата ветеранов теперь будет однозначно приятней. Ну а еще, помимо удовлетворения морального, ребята перечисляют массу других плюсов субботника. Ты, во-первых, разминаешься, делаешь зарядку, и все твои мышцы работают. Три урока сидят, а что вот и все. Сделают, ну, вместо шести. Стоит отметить, такие вот уборки с участием не только молодежи, взрослого поколения, например, в столице республики, можно встретить в каждом районе. Пансионат ветеранов убирают дети Красного Абакана. Кстати, это уже давняя традиция. Староста района признается, что взрослые со своей взрослой сознательностью далеко не всегда проявляют рвение. Детей, допустим, не надо уговаривать. Никогда у нас не было такого, чтобы мы обратились к ним за помощью, и они бы сказали, что они сюда не придут. Наоборот, даже всегда просишь, например, определенное количество человека приходит больше в разы. И они с удовольствием, они уже знают, что они будут делать. Сегодня среди участников субботника мало кто знает, что традиция эта историческая, свойственна советскому времени. Тогда на улицы весной выходили всей страной и рабочие, и руководство. Нынче, разумеется, не те масштабы. Однако сегодня чиновники министерств и ведомств устроили общереспубликанскую уборку скверов территорий вдоль автотрасс и свалок. Константин Кравцов, Сергей Казмин, Вести Хакасия.